Теперь поговорим про эксперимент с двойной щелью. Главная идея этого эксперимента в том, что он показывает, так сказать, волновую суть света. Да, у вас есть источник света, который светит. Перед ним ставится такой экран, который пропускает только из одной дырочки этот свет. И этот свет уже распространяется таким, это называется волновой фронт. То есть, как будто из одной дырочки. Это мы делаем для того, чтобы точно знать, что свет, когда он пролетит через эту и через эту дырку, он начнет двигаться как бы с одинаковой ноги. То есть, они оба начнут двигаться, по каждой траектории свет начнет двигаться с правой ноги. Да, теперь главная идея какая? Что свет показывает свою волновую суть в том, что когда он приходит на экран, а это экран, кстати, это все вид сверху, да, это экран, да, и это все вид сверху. То есть, мы смотрим на наш эксперимент сверху, а не сбоку или снизу, да. Я сейчас сотру экран, сделаю его заново, но главная идея, что мы смотрим на все сверху. И что происходит, когда свет идет с одной ноги? Только в том случае, в начале, когда он пройдет одинаковую траекторию, он придет на экран, как бы будет двигаться все еще с одной и той же ноги, да. То есть, здесь он пройдет одинаковую траекторию, здесь он пройдет одинаковую траекторию, и когда они встретятся вот в этой точке посередине экрана, они будут идти и все время с одной и той же ноги. Поэтому здесь они будут усиливать друг друга сила, да. Но будут еще и другие точки, в которых получится так, что свет в одной из траекторий прошел один кусочек, свет на другой из траекторий прошел другой кусочек. И получилось из-за того, что пути у них разные, их темп не изменялся Но получится так, что придя к экрану, они уже будут двигаться не с одной и той же ноги, а с противоположных ног И здесь будет слабость Сюда свет уже не придет, потому что он находится не в фазе, сам с собой То есть его волна, одна волна не совпадает с другой ровно на 180 градусов Когда часики одной волны показывают вверх, часики другой волны показывают вниз Про часики вы можете думать не то, что в каком-то смысле можно подумать, что часики так по спирали двигаются Но главная идея, представьте, что часики у света в кармане И он кармань достает на одной траектории и проверяет, потом на другой траектории проверяет свои часы Потом следующие появятся новые траектории, где опять у света получится так, что на одной траектории он как бы сделает на два шага больше Но эти два шага, они ничего не дадут То есть на одной он сделает, например, 8 шагов, на другой 10 шагов Но все равно они придут вот сюда с одной и той же ноги Например, с правой ноги опять Или там, они будут идти в общем нога в ногу, одинаково идти Здесь опять будет сила Свет будет усиливать друг друга И что мы тогда увидим? Мы увидим тогда вот такую картину Вот здесь на экране, на этом черном, уже показано то, что мы видим Да, вид как бы спереди В середине свет есть Потом по бокам от него света нет Потом опять свет есть? Нет Есть? Нет И это доказывает волновую структуру света То, что свет как бы по сути своей волна Как бы говорим, да И свет по сути своей движется вот как волна И распространяется как волна И приходит в эти места Не просто он приходит, если бы он был частичкой Такой простой классической частичкой То он бы и двигался по прямой линии То есть он бы начал двигаться просто по прямой линии Вот сюда большинство бы прилетело И сюда большинство бы прилетело Здесь было бы много света Здесь было бы много света А в остальных местах ничего не было Но такой картины мы не видим И это как бы говорит, что свет он не частичка в том классическом смысле, в котором про него раньше думали. Вот главная идея. Эксперимента с двойной щелью. Дабл слит эксперимент. Див Спраугу эксперимент. Нот.